Правильные соотношения отдельных частей, простота линий и контуров, цветовая гамма и эстетичность. Вы думаете, речь идет о полотне известного художника? Но нет. По всем правилам художественного мастерства оформлены цветочно-декоративные композиции, которые будут украшать республиканскую столицу до глубокой осени. О том, как зеленеют клумбы и цветники Черкеска, расскажет Фатима Даурова. Современные цветочные подиумы становятся настоящими произведениями искусства, а оформление клумбы зачастую удивляет своим внешним видом – строгой элегантностью или смесью всевозможных веселых оттенков. Красивые представители флоры в эти дни приживаются в подготовленной почве клумб, но пока только в сквере, что находится на Одесском переулке. На территории города Черкеска начата высадка зеленых насаждений, цветов. Это силами МУП «Зеленстрой» начаты работы во всех скверах, парках, городских зонах, посадка цветов разных пород и калеров. Работы ведутся поэтапно, так как у нас сейчас люди находятся на карантине, самоизоляции, поэтому начаты с переулка Одесского аллея Чернобыльцев, начаты поэтапно высадки цветочков. Потом начнем мы с посадки в центральном сквере улицы Первой Майской и далее поэтапно пойдем в параллельно Зеленом острове. Другие клумбы и цветники в зонах отдыха Черкеска уже подготовлены к посадке. Озеленители ждут благоприятной температуры. Для некоторых сортов саженцев перепады между дневними и ночными показателями термометра пока еще нежелательны. В рамках озеленения в парке «Зеленый остров» собираются высадить 120 тысяч цветов. Площадь клумб столицы Карачаева-Черкесии составит 6 тысяч квадратных метров. На этой территории планируется высадить 600 тысяч единиц растения. И совсем скоро, буквально через 2-3 недели, скверы города Черкеска превратятся в яркие живые ковры из цветов. Фатима Дурова, Алибастанов, Вести, Карачаева-Черкесия.